Былое нельзя воротить Нью-тон не забыть, Александр Сергеевич прогугливается Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет Нью-тон не забыть, Александр Сергеевич прогугливается Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет Да, да, у которых нет дипольного момента Ну, наверное, сперва надо придумать какую-нибудь очень характерную неполярную молекулу Первое, что приходит в голову атом водорода Молекулы бывают одноатомные, это сколько угодно В этом смысле молекулы, это и атомы, и молекулы Только атом водорода мне не нравится по одной причине Он в виде H редко бывает, он всегда H2 А H2 это сложная штука Мы о ней очень скоро поговорим Но когда H2, там еще палочка есть Поэтому я о более простой молекуле хочу поговорить Об атоме гелия Вот у атома гелия есть ядро С зарядом ZQE Где Z равно 2 А QE это элементарный заряд Там 2 протона, 2 нейтрона Ядро будем считать точечным Хотя оно, конечно, не точечное А вокруг, не дадут химики соврать Есть электронное облако У которого заряд минус Z на QE Теперь возникает вопрос А как заряд этого облака распределен в пространстве? Ну, наверное, вы слышали, что электроны в пространстве размазаны А здесь у нас не один электрон, а два И не каких-нибудь, а два, один S электроны Так вот, когда-нибудь я попытаюсь вам объяснить Что когда у нас есть S электроны То вероятность, плотность вероятности Найти S электрон на расстоянии R от центра, от ядра Устроена, оказывается, вот таким образом Она есть константа на E в степени минус 2R Где расстояние на H с ноликом Где H с ноликом некоторая фундаментальная величина Которая называется первый Боровский радиус Если посмотреть на этот график Оказывается, что электрон можно найти на любом расстоянии от ядра Только очень редко А больше всего ему нравится, где находиться В центре ядра Только поскольку объем ядра маленький Вон в этот шарик редкий Здесь-то вероятность меньше, плотность вероятности Только объем колечка больше Но больше всего ему бы нравилось в центре находиться А? E в степени минус 2R на А с ноликом Ну, наверное, если это Так устроена вероятность найти электрон А у электрона заряд Q То, наверное, плотность электрического заряда Размазана так же, как вероятность нахождения электрона Поэтому это еще и график электронной плотности От R Плотности заряда Ну и вообще говоря, чтобы найти C Надо проинтегрировать эту функцию по всему пространству И интеграл от плотности заряда по всему пространству Сколько должен дать? 2E Там 2 электрона летают В облаке водорода Там 2E Поэтому C находится из условия Что интеграл по всему бесконечному пространству От такой штуки должно быть 2E Но, сами понимаете С такой функцией работать очень трудно И поэтому я упрощу функцию Я ее вместо такой Заменю вот такой Так, чтобы площадь была 2E А здесь напишу А с ноликом Это характерный размер облака Ну а здесь уж сколько получится И буду считать Что у нас электронное облако Это шар Равномерно заряженный по объему Зарядом минус 2E Понятно, что пока Ядро находится в центре То в центре шара Чему равно электрическое поле? Нулю И сила между Действия между ядром и электронным облаком Ноль Это состояние устойчивого равновесия А теперь давайте Такой атом Поместим во внешнее электрическое поле Возьмем конденсатор Зарядим его И создадим там поле Что будет в этом случае с атомом Если его сюда загнать? Понятно, что Если есть E внешнее Тут есть какие-то плюсы На этой пластине конденсатора Тут есть какие-то минусы Поэтому, наверное, электроны Рванутся к плюсу А ядро рванется к минусу И, наверное, получится что-то такое Вот так будет выглядеть Электронное облако А ядро будет уже совсем не в центре облака А вот где-то здесь А когда все успокоится? А дело в том, что если сместиться от центра облака То здесь уже облако будет создавать Не нулевое электрическое поле Согласитесь? И когда внешнее поле Которое чувствует ядро Скомпенсируется внутренним полем Которое чувствует электронное облако Все установится То есть просто атом деформируется Давайте попробуем сосчитать Насколько сместится ядро в сторону Вот этот вектор L Чему будет равен? Ну для этого, чтобы сосчитать внутреннее поле Надо провести вот такую гауссовую поверхность Я только сейчас внутреннее поле учитываю И воспользоваться теоремой гаусса Поток вектора E внутреннего поля Я только внутреннее поле в облаке считаю По поверхности А мы по-умному писали D2R По гамма-2 Эта поверхность гамма-2 Равняется 4P На заряд внутри этой поверхности На заряд электронного облака Вот здесь Это будет Q-штрих А заряд Q-штрих считается просто Надо взять заряд электронного облака Z на Q-е И он будет во столько раз Заштрихованная часть Менее заряжена, чем облако 2E Во сколько раз ее объем Отличается от объема облака Здесь объем 4 третьих Пи Л в кубе А объем облака 4 третьих Пи А с ноликом В кубе Ну и того 4PZ Q-е L в кубе На А с ноликом В кубе А с другой стороны Из симметрии понятно Что вектор Е От внутреннего поля Здесь сферически симметричен Поэтому его можно вынести Из-под Интеграла Угол между вектором площади И полем 0 Останется интеграл По площади Это будет площадь сферы 4P На квадрат расстояния L в квадрате Ну тогда мы увидим Что Е внутреннее по модулю Будет равняться 4PZ Q-е Насколько сместилось ядро На А с ноликом В кубе И когда Эта сила Уравновесится Силой обусловленной Внешнего поля Тогда все успокоится Система придет В равновесие Ну отсюда Сразу понятно Что величина 4P сократились 4P сократились 4P сократились 4P сократились Да 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 Ну и тогда понятно Что величина смещения Электронного облака Будет равняться А с ноликом в кубе на ZQE на величину внешнего поля. Кстати, если я смещение облака вектор L направляю от центра электронного облака к ядру, то окажется, что смещение смотрит туда же, туда внешнее поле, можно векторочки не рисовать. Но понятно, что если внешнее поле линейно по смещению, то вся система ведет себя так, будто ядро и центр облака соединены пружинкой. Там тоже линейно будет. Господа, мы пришли с вами к шикарной модели атома, которой будем пользоваться вплоть до начала изучения квантовой механики. Это модель атома Томпсона. Модель квазиупругого электрона. В рамках этой модели электроны к атому прикреплены идеальными упругими пружинками. Шикарная модель. Сам Томпсон, вообще он был англичанин, он считал, он никакого ядра не знал. Он думал, что атомы сплошные. Это такой упругий пудинг, который, как изюмины, вставлены электроны. Пудинг слегка заряжен положительно, но чтобы атом был нейтрален. Электроны отрицательны. Это очень хорошая модель. Очень хорошая. Она гораздо лучше того бреда, который потом будет нарисована. Но вот это... Нет, ну согласитесь, я попытался придать атому Томпсона такой квазисовременный вид. Ядро, облако. Правда, вы скажете, только С-облако. А если П, там нет сферической симметрии. Да, конечно, нет. Но там есть всегда положение устойчивого равновесия. Иначе бы атом рассыпался. А около положения устойчивого равновесия при малых смещениях сила, как всегда, равна минус КХ. Поэтому любой атом или любая молекула, имеющая устойчивое равновесие, при малых смещениях ведет себя, будто там есть пружинка. Но погодите, если я теперь величину дипольного момента, если смотреть издалека, ядро точечное, облако... Да, кстати, на самом деле, конечно, когда будет электрическое поле, наверное, облако искривится. Оно как-нибудь выкинем. Это высокие члены поправок, но их... Ядро точечное. Облако создает, если оно сферически симметричное поле, как точечного заряда. Баада, у нас получились два точечных заряда на расстоянии L друг от друга. Что у нас получилось? Диполь. Оказывается, нейтральная молекула в электрическом поле превращается в диполь. Чтобы найти дипольный момент, надо заряд, который есть ZQE, умножить на смещение. Итого получится A с ноликом в кубе на E внешнее. Ба, господа, оказывается, в неполярных молекулах, если их внести в поле, наведется дипольный момент, пропорциональный внешнему полю. У нас даже получилось выражение, это A с ноликом в кубе. Ну, понятно, что это плохо. Мы заменили такое распределение таким, а в P-облаках все еще хуже. Но зависимость линейная остается. Поэтому всегда можно написать, что наведенный дипольный момент есть альфа на электрическое поле, где величина альфа называется поляризуемостью молекулы. Или электронной поляризуемостью молекулы. Я сейчас сосчитал поляризуемость атома Томпсона. Она равна примерно A с ноликом в кубе. Господа, если вы хотите по-настоящему сосчитать поляризуемость атома, вам самое простое запастись некоторыми деньгами, пойти к хорошим квантовикам и сказать, мне надо сосчитать поляризуемость такого-то атома. За хорошие деньги они вам сосчитают. Если вы сами захотите считать, вам надо нанять трех-четырех хороших компьютерщиков, которые ничего не будут выдумывать, а будут делать только то, что им будут говорить физики, и пару хороших физиков. И время на месяц на суперкомпьютер. Через месяц, если физики будут хорошие, а программисты старательные, вы сосчитаете поляризуемость не очень сложного атома. Сами понимаете, для большинства атомов поляризуемости давно сосчитаны, но за деньги. Никто вам так не даст. Никто не даст. Это много работы и дорогой работы. Но всегда по порядку величины поляризуемость будет порядка объема молекул. По порядку величины всегда будет так. А уж чтобы сосчитать. Потом, может быть, мы с вами поговорим, как это надо считать. И как сосчитать, а как надо считать. Правда, как вы понимаете, линейная зависимость только для такого будет. А в самом деле? А в самом деле здесь будет ряд по степеням ге. И на самом деле надо написать е1 на е, альфа 1 на е, плюс альфа 2 на е в квадрате, плюс альфа 3 на е в кубе, и так далее. Этот коэффициент будут называть линейной поляризуемостью, этот коэффициент квадратичной поляризуемостью, этот кубичной поляризуемостью, и так далее. Как правило, это мелочь. Как вы понимаете, пока поля слабые. Когда поля сильные, даже если эти коэффициенты малы, квадрат всегда победит линейно. Мы с вами пока останемся в линейном приближении. Я выкинул массу интереснейших эффектов. Выкидывая это, я выкинул эффект цветового давления. Выкидывая это, я выкинул эффект генерации кратной гармоники, когда вы светите вещество одним цветом, а оттуда прет цвет с удвоенной частотой. Видели японские, китайские указки зеленые, лазерные? Там стоит лазер, знаете какой? На неодимовом стекле, который светит в инфракрасном диапазоне. Просто это хороший лазер. Его легко сделать, у него мощность большая, высокий КПД. А потом там удваивается частота. Вот за счет этого слагаемого. И получается зеленый свеж. Это слагаемое. Ой, тут тоже масса эффектов. Здесь прячется самофокусировка. Когда свет веществе сам начинает себя фокусировать, страшный эффект, который ограничивает возможности звездных войн. Если вы хотите по спутнику наших партнеров шарахнуть из лазера, вам надо делать очень широкий пучок. Потому что иначе пойдет самофокусировка, и пучок начнет себя фокусировать. Поле будет возрастать, оно станет, наконец, больше, чем поле, удерживающий электрон около ядра. Атомы начнут рассыпаться, атмосфера начнет в плазму превращаться. Плазменный шнур будет разгораться, и эта плазма дойдет до вашего лазера обратно. Ну и все. Вообще говоря, звездно воевать можно только в космосе. Нет, вы, конечно, можете сделать вот такой пучок. Только атмосфера неоднородная. Там будут образовываться случайные линзы, и вы тогда подсветите не только спутник партнера, которому захотите передать энергию или важное сообщение, но и спутник-шпион антипартнера. А те могут обидеться и тоже шарахнуть по вам. тут сложности возникают. И все из-за кубичной ненеменности. Все из-за кубичной ненеменности. Поэтому мы останемся так. Значит, с этого момента пожалуйста не смейтесь, когда я буду говорить, что пружинка удерживающая электрон. Никакой пружинки. Это электрическое поле внутри облака. Но ведет оно себя как пружинка. Latz. Вверх. Узышند. Вверх. 죄не здорово.